Меня зовут Анастасия Крохолева, по образованию я историк искусств, закончила бакалавриат факультета искусствоведения и социокультурных технологий Уральско-федерального университета. Сейчас учусь на магистратуре, собственно, там же. Также я художник, занимаюсь световым искусством и работаю с видеоартом, помимо этого. Мы сейчас находимся в Ельцин-центре, где в арт-галерее проходит выставка «К чему снится свет?». И, собственно, мы с Денисом Переваловым в ней участвуем, с нашими двумя работами. Одна из работ — это кокон. Что такое кокон? Представьте себе цилиндрическую конструкцию диаметром 3 метра и высотой больше 2 метров. Человек входит в нее через входную арку, и как только человек оказывается внутри, вспыхивает подвешенное внутри этой конструкции оптоволокно, создавая некие пульсации. В зависимости от положения человека меняется характер этих пульсаций. Продолжение следует... Идея кокона заключается в том, чтобы представить спектр невидимой нами реальности. А именно это электромагнитное излучение, которое окружает человека просто со всех сторон, благодаря тому, что мы постоянно вместе с нашими мобильными телефонами, мы постоянно рядом с компьютерами. И Wi-Fi — это та сила, которая с одной стороны объединяет, с другой стороны разъединяет человечество. И при том, что... Почему я говорю, что это некий невидимый спектр реальности? Потому что, да, действительно, мы не можем как-то почувствовать или увидеть электромагнитное излучение. Но я пытаюсь это исправить и в инсталляции кокон, когда человек заходит в это цилиндрическое пространство, и оптоволокно вспыхивает. Вспыхивают якобы волны электромагнитного излучения. Работа реагирует на положение человека внутри, и из-за этого создается ощущение, что человек как бы пойман в сети, оплетающего с разных сторон. При том, я не пытаюсь создать у зрителя ощущение, что вот это очень плохо, это некое негативное пространство, агрессивное. У всех по-разному. Один посетитель, например, сказал мне, что кокон ассоциируется у него с неким порталом, проходя через который, ты попадаешь на новый уровень. То есть ты развиваешься и идешь к победе. Как известно, дьявол в мелочах. Поэтому переходим к конкретным аспектам изготовления. Вообще стояло три задачи, которые в данной инстилляции нужно было решить. Первая – это как сделать конструкцию прозрачной. Вторая – при этом довольно надежной должна быть эта конструкция, чтобы выдержать оптоволокно. И, наконец, третья – вся эта конструкция должна была довольно быстро собираться и разбираться, для того, чтобы облегчить момент монтажа и демонтажа, соответственно. Так вот, в итоге было принято решение создать цилиндр, состоящий из пяти железных арок. Внутри каждой арки было помещено несколько струн из металлического тросика. И, наконец, от основной арки, входной как раз, отходят фонарики с прикрученными к ним оптоволокном. Оптоволокно идет, соответственно, от арки, проходит дальше к струнам и на струны привязывается или присоединяется при помощи алюминиевых крючочков. И еще один момент – это некий, уже не совсем инженерный, скорее визуальный, как подвесить оптоволокно так, чтобы не было прорех, и чтобы не было каких-то узлов, где несколько нитей оптоволокна собираются. В итоге было принято решение идти такими очередями. То есть сначала три нити оптоволокна опустить в одну сторону, три в другую, и, наконец, сделать так, чтобы они взаимодействовали друг с другом. Конечно, не забывайте еще про толщину, про диаметр оптоволокна, уметь его как-то варьировать друг с другом, что тоже было достигнуто. Я Денис Перевалов, я программист инсталляции Кокон. Инсталляция интерактивная, она реагирует на человека, вошедшего в пространство инсталляции. А положение человека детектируется с помощью камеры типа Kinect, а именно Asus X-Tion. Эта камера позволяет вычислить трехмерные координаты всех точек, попавших в поле зрения камеры. И в нашем случае мы используем эту информацию для того, чтобы понять, где относительно входа расположен человек. Это может быть не обязательно человек, это может быть рюкзак или любой другой объект, попавший в поле зрения камеры. Используя эту информацию, мы получаем параметр, а именно расстояние человека от входа до противоположной к входу точки. Этот параметр используется для управления светом и звуком инсталляции. Когда человек только входит внутрь инсталляции, то начинаются слабые вспышки и раздается тихий звук мобильного телефона, поднесенного к колонкам. Когда человек продвигается дальше, вспышки усиливаются, начинаются бегать световые волны снизу вверх или сверху вниз и начинаются слабые пульсации. Когда человек уходит максимально далеко, вглубь инсталляции, то эти вспышки доходят до апогея, они становятся максимально яркими и звук становится максимально громким. С технической точки зрения звук генерировался с помощью набора предзаготовленных сэмплов, записи звуков мобильных телефонов, поднесенных к колонкам. Просто эти сэмплы запускались в различном порядке и с разными громкостями, в зависимости от того, где расположен человек. Свет генерировался с помощью трех составляющих. Первая – это амплитуда звука, то есть чем громче звук в данный момент времени, тем ярче свет. Второе – это генератор волн с помощью шума перлина. И третье – это генератор равномерных пульсаций с помощью синусоиды. Для управления светом мы использовали протокол DMX, а именно оптоволокно подсвечилось с помощью светодиодных фонариков, которые были подключены к DMX контроллеру на 30 каналов. И как раз этот контроллер выдавал вольтаж, выдавал напряжение, которым мы управляли с компьютера.